Итак, последние два месяца я ходил по кредитным организациям с одной простой целью. С той целью, чтобы мне кто-то дал машину. В итоге ни одна кредитная организация практически ничего не сделала. Только кредитный потребительский кооператив дал мне денежки и деньги населению. Дали мне опять же денежки для того, чтобы я съездил в Турцию, где моя болячка лечится. Кстати, рекомендую всем ездить не совсем туда, где у нас это все делается. Не по российским делам-то надо ехать. Что же такое деньги населению? Это очень просто. Деньги населению вот здесь вам выдаются под 0% в течение двух недель. Представляете, просто взяли деньги и ничего не платите. Потом отдали. Так вот, что же такое деньги населению? Во-первых, это магнитогорская структура, которая позволяет вам зарабатывать деньги. В смысле, так же, как я зарабатываю деньги, только у меня вот кольцо было, я его частенько складывал. И в итоге-то я купил себе и однокомнатную квартиру, и двухкомнатную, да и дом. И вот сейчас поеду его забирать естественным образом. Но если кольца нету, а есть желание взять деньги, а ходить никуда не надо, то лучше всего сюда. Потому что в отличие от конкурентов залетных, не пришей кобыли хвост, которые сюда прилетели, здесь выдается вам денежки. Потом уже, если вы становитесь нормальным участником вот этой фирменной лотереи, под 1%, в отличие от 2% в других структурках. Ощущение у нас странненькое. Представляете, ранее-то было дело маленько ломбардов, деньги выдавались магнитогорскими кредитными организациями, и было-то супер. А вот потом. К нам ринулись десятки кредитных организаций, которые, по сути, должны выкачать денежки из магнитки. И лоханулись. А потому как в 90% случаев магнитогорец знает, где занять. А лучше и не будет этого делать. Кстати, в семье пестрят любые остановки. Деньги для зарплаты. Если честно, то здесь магнитогорец только один. А еще честнее, это деньги населению. И совершенно честно, то в среде ваших договоров вы будете ему платить сумму в раз меньше, чем для других. И совсем честно, новая точка и никаких процентов по первому кредиту. Так вот часто получается, что у человека просто денег не бывает. Бывает такое? Бывает. А вы можете себе представить, что где-то вот здесь находится место, где можно деньги получить без процента? Я не знаю, даже беспонятно. А вы знаете, что есть такое место, где можно бесплатно взять денежки? Бесплатно? Да, да, да. Ну, оно прямо здесь располагается? Не, бесплатно только сыр. А вот дают, оказывается, на 15 дней, представляете? Да, я считаю верно. Если нет такой возможности где-то взять деньги, то какие-либо драгоценности или вещи личные, если их как бы в данном случае отдать в ломбард или еще что-нибудь, то я не вижу в этом ничего плохого. А если просто есть возможность взять денежки под процент, допустим, ну вот если ты берешь их в десятый раз, то будет всего один процент. Есть такая мысль? Ну да, есть. А знаешь, где это делается? Нет, не знаю. А если вот мы скажем, что вот здесь, где сегодня можно денежки взять на две недели под ноль процентов? Ну, очень заманчиво, в принципе. Ломбарды тема, конечно, правильная. Ломбарды прячутся, это тоже верно. Да потому, как сюда несут золото. По сути, конечно, и вы бы правильно поняли, то деньги населению могли бы тоже разместиться там, где люди придут за денежками до зарплаты и получат их. Ведь вопрос-то не в том, где это место. Вопрос в конкуренции с мешками залетными. И теперь вы уже вправе понимать, что деньги населению это нормальные и беззалетные денежки для магнитогорцев то. Словам не верится, но так оно и есть. То есть мы понимаем о том, что вот здесь, получается, в новом офисе вы даете деньги бесплатно? Да, совершенно верно. В честь открытия остановочный комплекс на Грязного, то есть у нас действует акция, беспроцентный займ, сумма займа до 3000 рублей сроком на 15 дней без процентов. 3000 взяли, ровно 3000 к нам вернули. Без комиссий. Я прекрасно понимаю, что вокруг вас бродят всякие такие неместные структурки, которые берут под 2% в месяц или в день, получается, да, в день процент, получается. У вас, получается, совершенно другие суммы. А может быть такое, что мы, допустим, работая с вами, возьмем денежки и под 1%? Такое предусмотрено. То есть в нашей компании есть система скидок для постоянных клиентов. Начиная с 11-го обращения процентная ставка будет 1% в день. И мы это видим везде, где расположен офис деньги населению? Да, совершенно неверно. Во всех наших офисах. Конечно, в пору, когда город закредитован, валиться с деньгами-то чужими, и вот это кому-то надо, я вообще понимаю, что проще из-за процента меньшей, как в кризисе, денежку-то и выдавать. Но не в том суть залета. Залет должен деньгу выкачать. Здесь все по-другому. Процентная ставка в 2 раза вниз. И, пожалуйста, для тех, кто понимает, что занимать у родственников и у друзей нехорошо. Да потому что рано или поздно можно и без них остаться. Теперь про фульганов. Для них камера. В смысле, в камеру они пойдут, как только засветятся. Все остальные люди, которые свободны от кредитов, 5-10 минут на проверку и денежки ваши. Ну а если вы частый гость, то денежки в 2 раза меньше, чем в залетных компаниях. И, естественно, для тех, кто понимает, место, где точка пока раскручивается, это вот здесь. Рядом с радугой вкуса и здесь денежки, естественно, бесплатно. Такое для меня случается нечасто. Я вот эту часть своей работы позволяю другим людям. То есть ходить с микрофоном и спрашивать. Но в итоге, в итоге мне что понравилось? Да нет, кризиса города Магнитогорску не видать. Потому что в 90% случаев люди не хотят брать деньги взаймы. И правильно делают. Потому что они могут денежки где-то захопатить, у кого-то занять и перетянуться. И пускай так оно и будет. Но есть, конечно же, те люди, которым все-таки деньги необходимы. Это те люди, что типа меня, понимаете? То есть с нуля называется машину купил, дом, квартиру и все остальное. И вот ради таких и созданы деньги населению. Сегодня и сейчас здесь, получается, на Грязнова, в пересечении Грязнова и Советской, вы можете денежки взять бесплатно.